Лев Зилов, поэт Серебряного века. Я перед приездом сюда почти что прочитал его новеллы, они называются «Возвращенный Пушкин». Я не знаю, вы читали или нет, очень интересные. Он был потомок семейства Гарднеров, то есть вот эта фабрика, вербилка знаменитая, фарфоровая. Вот оттуда он как раз. Что еще сказать? Он был поэтом и прозаиком, но, оказывается, он писал больше, где-то 70 книг написал. Для детей писал, в том числе. Про Ленина даже писал после революции. Но в Союз писатели его так и не приняли, по разным причинам, по дворянину или... Ну, наверное, за стихи, за честные. Ну, вот сейчас я спою... А, нет, сначала прочитаю стихотворение все-таки, да? Такое замечательное стихотворение. Маме называется Маме. Мглистый путь, дорога дальняя, Рожь пахучая цветет. Воротись, моя печальная, Смутен в поле поворот. На глаза навеют волосы Ветер пасмурных лощин. От колес затонут полосы В мшистых складках луговин. Вскинет солнце очи влажные На извилины межи, Запоют свои протяжные Заливные песни ржи. И очнешься ты, затерянный, Как печаль твоя одна, В широте полей немеренных Широтой полонена. За востоком солнце дальнее Заревого утра ждет. Воротись, моя печальная, Смутен в поле поворот. В полунгле таясь Белеют шторы, Шелестят страницы старых нот, Звон и струн заводят разговоры. И мурмур поет на кресле кот. Звон и струн заводят разговоры, И мурмур поет на кресле кот. Подплывет к столу халат лиловый, Самовар закружит, а в спираль. За стеклом фарфор Знакомые модели, У камина вышит и экран. В хрустале застыли мирабели, Сдобный хлеб, Заботливо румян. В хрустале застыли мирабели, Сдобный хлеб, Заботливо румян. Бой часов далекий, Звон удара. Ветер бьет в оконный переплет, Темный зал ждет Григо и Гадара. И мурмур поет на кресле кот. Темный зал ждет Григо и Гадара. И мурмур поет на кресле кот. Григо и Григо и Григо и Григо и Григо и Григо. Продолжение следует... Григо и Григо и Григо.